Всем привет, это Гена из Лос-Сан-Желеса, ваш гид по Лос-Сан-Желесу и Лос-Вегасу. И сегодня я хотел бы рассказать вам, что необходимо делать, если вы вдруг попадете в аварию. Надеюсь, вы не попадете в аварию, но от сумы и от тюрьмы, как говорится, не уйдешь. Потому что вы можете очень хорошо ездить на машине, вы можете сдавать задом на своей машине и делать восьмерку. Вы можете еще много что делать, ездить на двух колесах, но вы не застрахованы от того, что если вы встанете на знак стоп, или вы будете стоять на красном свете, что вас никто не видит сзади. Итак, я хотел бы рассмотреть для вас две ситуации, в которые может попасть человек, гипотетически, который попадает в аварию. То есть мы рассмотрим первую ситуацию, когда у вас повреждения будут от небольшого до среднего. И вторая ситуация, когда от среднего до больших повреждений на машине. Если у вас произошла авария с незначительными повреждениями, вы не встретите на скоростном фривее, на котором пролетают машины рядом и так далее, то в первую очередь, что вы делаете? Вы останавливаете машину на том месте, где произошла авария. Вы не включаете аварийку, вы не выходите из машины, для начала, если вы не убедитесь о том, что рядом не пролетают машины. И вы не сворачиваете машину ни влево, ни вправо. Ваша машина должна стоять там, где она стояла во время аварии. После этого вы быстренько достаете фотоаппарат и начинаете все подряд фотографировать или делать видеосъемку. Где стоите вы, где стоит вторая машина, какие машины стоят по отношению друг к другу, это очень обязательно. Потому что у меня у знакомых была ситуация, когда они сфотографировали свою машину, а они сфотографировали вторую машину. И им пришлось очень долго и тяжело доказывать, что они и они были причиной аварии, поскольку, естественно, вторая сторона говорила противоположную. То есть вы фотографируете обе машины, каждую отдельности, потом вместе, чтобы они были в одном кадре. И чтобы эти машины также были привязаны друг к другу. То есть чтобы они были видны, где они именно стоят в положении машин, не только друг к другу, но и на фривее, или на пересечении других дорог и так далее. А после этого, если вы сможете видеть, что вы выйдете, можете безопасно из машины, вы должны выйти из машины и сделать фото, опять же, лучшее фото обоих машин. Записать данные второго человека, кто совершил, благодаря кому вы попали в аварию. То есть вы должны сфотографировать и записать его данные, своего прав, драйверу айсенса, его страховки. Я обычно в таких случаях еще фотографирую и этого человека на фоне его машины, чтобы были номера его машины, чтобы потом не было ситуации, когда говорят, что это не он сидел за рулем. После того, когда вы сделали все фотографии, обменялись страховками и у вас незначительные повреждения, то вы смело можете разъезжаться и у вас есть достаточной информации для того, чтобы отдать ее своему агенту или дать страховую компанию напрямую, для того, чтобы уже начать клейм, то есть открыть дело для восстановления вашей машины, если вам необходимо оказание медицинских услуг вам. Еще такой момент я вам объясню. Если ваш водитель против того, чтобы он фотографировать его машину или фотографировать его документы или что-то еще, или он пытается отъехать с той стороны, где он стоял, вы должны это все документировать на фотоаппарат и потом предоставить всю информацию вашим страховым агентам. Потому что он сегодня может вам говорить, а ладно, все нормально, я согласен, я устал, еще что-то было на работе и поэтому так получилось, ну извините, я виноват. Завтра он может сказать, что он бодренький, свеженький и вы его как стукнули, когда он не ожидал совсем этого. И ему сейчас очень плохо, ему нужно лечение. То есть поэтому все записать. У меня была ситуация, как пример, водитель сдал задом на мосту и ударил меня в переднюю часть машины. После этого он попытался удрать. Мне пришлось включить аварийку на машине и ехать за ним, поскольку у меня очень хорошие навыки водителя, то есть мне это не составило труда его догнать. И когда я ехал, я ему показал вот так вот телефон в руке и показал, что я сейчас буду намирать. То есть после этого он остановился и пока он был, грубо говоря, еще свеженький, я быстренько набрал свою компанию и он по телефону подтвердил о том, что да, он сдавал назад, да, он является виновником аварии, да, он согласен с этим. И это меня спасло, поскольку, естественно, все звонки у нас записываются, потому что на следующий день он сказал, что я ему ехал в заднюю часть. Но поскольку вот этот звонок был сделан в тот момент в страховку, то это меня спасло от того, чтобы я был виновником этой аварии. Второй вариант мы рассмотрим, если вы попали в достаточно серьезную аварию, то есть серьезная авария, это когда машина серьезно повреждена, включая, что наверх колесами, наверх, и начинает гореть. Ну, это вообще самый страшный вариант, надеюсь, что он никого никогда не появится. В этой ситуации, в первую очередь, нужно посмотреть, чтобы вы оценили свое состояние, не идет ли у вас кровь откуда-то, не из носа или из каких-то поврежденных частей тела. Можете ли вы адекватно соображать, можете ли вы адекватно видеть, перед глазами не двоится ли, нет у вас переломов. Оказать, если кто-то у вас оказался в машине, оказать им помощь какую-то, осмотреть их. Если вы смотрите, вторая машина в таком же состоянии, то тут же, естественно, набираете 911 и сообщаете об этой ситуации. Если вы видите, что в той машине требуется помощь, то вам необходимо оказать помощь водителю второй машины. Потому что, и еще раз повторяю, набрать 911, потому что от того, насколько быстро приедет скорая помощь, может зависеть жизнь человека. Жизнь, может, человека может зависеть на 2 минуты раньше или на 2 минуты позже приедет автомобиль. И уже после того, как вы сделали эти процедуры, вы можете уже тогда, естественно, заняться фото-видеосъемкой, ждать полицию и объяснить, что произошло. Но у меня вот такие рекомендации, которые, возможно, вам пригодятся, но, надеюсь, они вам никогда не пригодятся. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, я всегда готов на них ответить. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok